Приветствую вас! Пожалуй, сложно спорить с коллегой по поводу того, что она вам уже ответила. То есть, всё правильно, в общем, как сказала вам коллега, всё правильно сказала вам коллега о том, что, ну, действительно, вот, вам нужно менять своё отношение к себе. Вам нужно, вам нужно учиться по-другому смотреть на себя, учиться по-другому воспринимать себя, учиться анализировать в себя свои чувства, свои эмоции. Свои желания. И тогда, я полагаю, будут, будет, будет результат. Вот. А, но, но, вы говорите о том, что у вас, вы пишите, что у вас была шуткая депрессия и попытка с суицидом. На мой взгляд, на мой взгляд, вот в данном случае, если говорить о депрессии, то можно рассматривать, можно рассматривать ситуацию, как ваше, как ваше желание получить внимание. То есть, вам не хватает внимания, вам не хватает значимости. Вот. Значимость это то, что вы можете делать для других. Значимость это то, что вы можете сделать для других. На самом деле. Значимость это то, как вы позиционируете себя по отношению к другим людям. Вот это значимость, значимость. И если вы хотите быть значимым, то я полагаю, что вполне справедливо будет, если вы рассмотрите вариант того, что вы делаете для других людей. Как вы воспринимаете других людей. И значимы ли вы сами для себя в этой ситуации. Вот. То есть, на мой взгляд, здесь вот есть обязательно, ну, такой аспект. На мой взгляд, здесь обязательно есть вот такой важный момент. Ну, а депрессия, депрессивное состояние, это либо какие-то негативные установки ваши, либо, либо, значит, подавление того, чего вы хотите. То есть, ну, подавление ваших желаний. Вот. Если имеет место быть данный аспект. И, соответственно, с депрессией нужно разбираться. Ну, опять же, депрессия – это заболевание, и диагностируется врачом. Поэтому мне пока не очень понятно, на основании чего вы сделали такой вывод, что у вас была именно депрессия. Вот. Я хотел бы, чтобы вы всё-таки как-то вот, ну, более подробно описали этот момент. Да, то есть, что с вами происходило, что с вами было, как было, по какой причине было. Вот. И так далее. То есть, такая серьёзная штука, как суицид даже, ну, пусть и демонстрационный, всё равно это, ну, весьма и весьма показательно. И это означает, что, возможно, есть даже элементы аутоагрессии. А аутоагрессия – это, по сути дела, направление своих желаний, да, на, значит, ну, на себя. Вот. То есть, это такое, знаете, своего рода обращение. Обращение именно, именно на себя. И мне представляется, что вы всё-таки склонны себя подавлять, мне представляется, что вы всё-таки не позволяете себе чего-то, не разрешаете себе чего-то. И, собственно, из-за этого возникают такие вот проблемы. Ну, и очень важно понять, действительно, как вы позиционируете себя в работе, как вы позиционируете себя в любовном, в любовной сфере. Вот. Потому что это очень важно. Это очень важно. И, собственно, собственно, я не совру, если скажу, что, опять-то, зависит то, значит, насколько вы в дальнейшем будете успевать. Вот. В своих, так скажем, ну, в своих усилиях, в своих стремлениях, в своих, значит, взглядах, в своих желаниях и так далее. Вот. Я думаю, что, чтобы вам не вернуться в, вот, в это состояние безнадёжности, я рекомендую всё-таки поработать с психологом. Да? Вот. Именно для того, чтобы определиться с тем, где проблема, где зарыта проблема. И мне думается, что именно анализ вашей жизни позволит понять, какие именно причины, какие именно обстоятельства привели вас вот к этому вот состоянию. Состоянию, да, может быть, может быть, вы реализуете таким образом свой деструктивный сценарий, может быть, вы таким образом реализуете свой какой-то вот негативный сценарий, да? Который, ну, проявляется у вас всё время, который проявляется у вас постоянно, но который вы предпочитаете, например, не замечать. Ну, в силу ряда причин, да, в силу ряда причин, неважно каких сейчас. Вот. Я представляю, что именно так вам нужно ответить на ваш вопрос. Значит, ну, понятно, что вам нужно расширять свою профессиональную сферу, да, потому что если вы говорите, что не можете найти работу, но при этом говорите, что увольняетесь с работы, это говорит о определенной позиции вашей. И позиция, она нуждается в прояснении в любом случае. То есть, какая-то позиция, чего вы хотите и так далее. Отдельно стоит то, как вы восприняли увольнение с работы. Отдельно стоит то, как вы восприняли раздавание с молодым человеком. Это тоже очень, очень важный расклад, очень важный элемент для понимания вас. Ну, и вопрос ответственности тоже меня очень волнует. Вопрос ответственности, вопрос того, насколько вы осознаете для себя необходимость самой что-то делать для улучшения своей жизни. Потому что вы говорите, что я не хочу возвращаться в это состояние безысходности, но все зависит только от вас. Что вы делаете для того, чтобы не возвращаться в это состояние безысходности? Быть может, имеет смысл не бежать от него, а прислушаться к нему и постараться услышать, что оно, это состояние пытается вам донести. И таким образом раскрыть какие-то свои желания, может быть, какие-то свои потребности, может быть. И увидеть конфликт, который и мешает вам получать наслаждение от жизни. Кроме того, я думаю, что вы не любите себя, недостаточно цените себя, недолюбливаете себя. И мне почему-то кажется, что ваши родители, они проявляли к вам любовь только когда ругались с вами. Это вытекает опять же из того, что вы воспринимаете депрессию как демонстративную. То есть вы сами говорите, что она демонстративная депрессия. Я полагаю, что определиться нужно с тем, что вы хотели. Вот когда у вас была депрессия, попытка самооцицида, что вы хотели, что вы хотели, в чем вы нуждаетесь. Это желание и его, скажем так, непрямое удовлетворение и мешает вам быть счастливой. Ну и вопрос ответственности, он для вас очень важен. И целей тоже. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.